Зарабатывать деньги или помогать детям с учёбой – эта дилемма остро стоит у родителей нынешних школьников. Дистанционка диктует свои правила, зачастую непонятные для детей. Вникнуть в школьную программу, когда занятия проводятся онлайн по видеосвязи или даже без участия учителя сложно, да и интернет не у всех есть. Именно поэтому многие родители вынуждены уходить с работы, брать отпуска без содержания, чтобы помогать детям не скатиться до двоек. В правительстве ответили – большой проблемы в этом не видят. Родители, которые хотят работать, они могут идти спокойно на работу. Дети могут в дежурных группах. В отношении тех родителей, которые вынуждены сегодня сидеть дома на дистанционном формате обучения, фактически всё необходимое, возможная поддержка сегодня оказана. Вы знаете, это и 42 500, кто фактически ушёл с работы. Здесь тоже вопрос был, конечно, непростой, но все эти меры фактически на сегодняшний день правительством приняты. Сейчас дистанционные обучения в стране проходят больше двух с половиной миллионов школьников. Всего 800 тысяч учеников приходят в школу и занимаются в режиме офлайн. Учиться так казахстанские дети будут всю первую четверть. Кроме того, в школьную программу вновь ввели оценки. По словам Айма Гамбетова, мера – это временная. В среднем ежедневно проходит около двух миллионов уроков. 70-80 миллионов раз просматриваются уроки по образовательным онлайн-платформам. Это большой показатель. В пятницу одновременно в платформу вошли около 12 миллионов уникальных пользователей ежедневно. Только на примере ресурса kundalik.kz выставляют около 700 тысяч оценок и порядка одного миллиона заданий. Это показатель большой работы. Неправильно говорить, что уроки не проводятся. Проблемы есть, но мы ежедневно пытаемся их решить. В правительстве уверяют, они бы и сами рады отправить детей в школы. Вот только это может привести к ухудшению эпидситуации в стране. С начала пандемии почти 2,5 тысячи казахстанских детей заболели COVID-19. При этом, если дети переносят заболевание относительно легко, взрослым победить вирус сложнее. Сложности с обучением и у студентов. Около трёх тысяч казахстанцев, которые обучались за границей, были вынуждены перевестись в отечественные вузы. Всё потому, что некоторые иностранные учебные заведения не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения на дистанционке. Тем временем, в Министерстве иностранных дел России пытаются решить вопрос, но окончательный ответ за минобразованием соседней страны. Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, а мы хотим, чтобы наши соседи, конечно, поскорее были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Конкретные сроки будут определены в самое ближайшее время. Задача в том, и замысел такой, чтобы рассредоточить приезд, скажем, понедельно на определенное количество студентов. И я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт. Здоровье обучающихся важнее, чем учеба. Это понимают все. Вот только большинство родителей и педагогов сходятся во мнении. Если дистанционку для школьников и студентов продлят, наша страна может получить поколение с ощутимым пробелом в знаниях.